Здравствуйте, дорогие друзья! Мне вновь очень приятно приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа в очередном информационном блоге от Славянской Церкви. Слава Богу за еще одну неделю, которая уже приближается к своему завершению. Спасибо Ему за то, что Он хранит нас, оберегает, благословляет, дарует все необходимое в этой жизни. И, как всегда, несколько слов о предстоящем служении и событиях, которые нас ждут в ближайшее время. В эту субботу у нас проповедует пресс-фитерс в нашей Церкви Александр Ханчевский, поэтому, пожалуйста, молитесь особенным образом за его служение, чтобы Дух Святой наполнил его уста и касался наших сердец. В эту же субботу после утреннего служения у нас будет членское собрание. Как мы уже говорили раньше, у нас заканчиваются выборы, будет представлен финальный список служителей для нашей Церкви. Мы будем голосовать за этот список. А также мы хотим представить кандидатуру на Associated Pastor в нашей общине. Поэтому, пожалуйста, не пропустите вот это служение и особенно членское собрание, потому что мы будем голосовать за эти два вопроса, и очень важно ваше участие. Хочу сказать, что 8 мая я улетаю в Украину. Меня не будет с 8 по 24 мая. Меня пригласили провести евангельскую программу в городе Ирпень. Это центральная конференция Украинского униона. По Божьей милости я очень надеюсь, что Бог сможет использовать меня для того, чтобы нести и вести в Англии людям, которые сегодня в этом особенным образом нуждаются. Я разговаривал сегодня с президентом центральной конференции, и он просто как пример привел мне одну из общин, которую я хорошо знаю. Это даже небольшая группа. Город Козелец, там молитвенный дом на 40 человек. И он говорит, что каждую субботу там теперь проходят служения в две смены, и на каждой смене по 150 человек. Он говорит, что они приходят только лишь для того, чтобы помолиться, чтобы услышать Слово Божье, и это чудесная возможность для того, чтобы сеть вести в Англии на этой территории. Поэтому я прошу вас, особенным образом молитесь не только за мой проезд туда и обратно, но и за то, чтобы Дух Святой особенным образом использовал меня в этом служении. Конечно же, нам бы хотелось поддержать эту общину и финансово, так как Ирпень и Буча – это два города, которые особенно пострадали от военных действий, которые происходили год тому назад в Украине, и сейчас полным ходом проходит процесс восстановления. Наш молитвенный дом не был разрушен, но он пострадал тоже, были выбиты окна от взрывов и повреждения были внешние. Поэтому церковь делает все для того, чтобы восстановить молитвенный дом, особенно когда есть такой большой спрос на то, чтобы посещать богослужение. Поэтому мы бы хотели поддержать их проект тоже нашим участием. Конечно же, хотелось бы поддержать и саму евангельскую программу, так как будут расходы, связанные с организацией, проведением этой программы. Будет проходить и детская программа параллельно, поэтому хотелось бы, чтобы у нас были материалы для детей тоже. Поэтому, пожалуйста, у нас открыт фонд для того, чтобы можно было поддержать этот проект. Если вы будете жертвовать через конверты, то так и напишите «евангельская программа в Украине». Если же вы будете жертвовать онлайн, то используйте графу «outside fonts». Я очень надеюсь, что это будет благословенная поездка. Я обязательно расскажу вам о том, каким образом Бог вел и использовал меня в этом служении. Еще одно объявление. Вы, наверное, замечаете, что новых семей в нашей общине прибавляется все больше и больше. И вот совсем скоро еще две семьи приедут к нам сюда. Ко мне пришла просьба о том, чтобы я обратился к вам. Если кто-то знает, где сдается жилье, пожалуйста, обращайтесь по номеру телефона 916-827-8540. Также нужны всякие вещи, которые будут полезны в обустройстве этого жилья. Мебель, посуда, все-все, что только у вас есть и чем вы могли бы поделиться. Пожалуйста, принесите это, обратившись по номеру телефона, который я уже озвучивал. Он сейчас у вас высвечивается на экране. Будем очень благодарны вам за любую помощь в этом вопросе. Вы, наверное, уже запланировали в своем графике те летние кемпинги, которые вы хотели бы посетить. И это очень приятно. Уже очень скоро мы начнем регистрацию, и вы узнаете всю необходимую информацию по этому поводу. Но хотелось бы попросить вас отметить в вашем календаре еще одну дату. А именно 20 мая. В эту субботу мы хотели бы провести наше богослужение на природе. Это будет Sugar Pine, то есть то место, где мы проводили наши кемпинги в прошлом году, и где они будут проходить в этом году тоже. Это будет чудесная возможность пообщаться на лоне природы, провести служение, прославить нашего Небесного Отца. Ну и, конечно же, познакомиться поближе с теми людьми, которых вы еще не знаете. Как я уже сказал, их становится с каждой субботой все больше и больше. Это мероприятие бесплатно. Церковь оплатит аренду этих кемпингов. Но вам нужно будет позаботиться о том, чтобы вы взяли с собой что-то на обед. А если вы хотите остаться надольше, то и на ужин. То есть еда, вода, пожалуйста, об этом позаботьтесь. Конечно же, не забудьте взять кресло кемпинговское для того, чтобы вам было комфортно проводить там вместе с нами служение. Ориентируйтесь по погоде. Смотрите, что там передают на эти даты уже ближе к тому времени, чтобы вы, соответственно, могли одеться. Так что всех вас приглашаем на эту встречу. Запомните еще раз, это будет 20 мая. Но есть одна деталь. Так как мы будем проводить служение с утра и до вечера, то бронируем мы кемпинг, по сути, с пятницы до воскресенья. Поэтому, если кто-то из вас хотел бы поехать и просто провести эти выходные на природе, то вы можете приезжать в пятницу с трех часов после обеда и быть там все это время аж до воскресенья. Надеюсь, это будет благословенное время для всех тех, кто воспользуется этой возможностью. По сути, это все объявления, с которыми я к вам хотел сегодня обратиться. Хочу вас попросить еще и дальше молиться за нашу сестру Ольгу Казаренко, за нашу сестру Валю Жигайло, Ларису Подоляка, Алину Бегас, за нашего брата Юрия Русу, за сестру Надежду Белую. Также, конечно же, начинает уже сейчас молиться за эту программу, которая будет в Украине, и за окончание войны в Украине. Также в эту субботу я планирую вместе с нашими следопытами посетить наших бабушек и дедушек в Донтауне. Многие из них давно уже не посещают наше благослужение в связи с состоянием здоровья. Но я думаю, что это будет очень приятная встреча для всех них. Поэтому, пожалуйста, молитесь за эту встречу тоже. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это 22-й Псалом с 1 по 3 стихи. И тут написано. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени своего. Но благословит каждого из нас наш добрый пастырь. Божих вам благословений, дорогие друзья. И до встречи.